Сегодня у меня по катушке по Нью-Йорку, еду через Бруклинский мост с Бруклина в Манхэттен и ухожу вверх по Манхэттену до Центрального парка. Сейчас вот я выбрался на такую набережную с видом на Манхэттен, потрясающий вид. Одно из моих любимых мест это вот эта вот набережная и вот эта вот смотровая площадка. Красивое место, богатый район, дорогая недвижимость. Чисто, ну кроме сухих листьев, что только радует глаз. На самом деле я не очень люблю, когда убирают сухие листья. Но самое главное, не валяется мусор в обычном его понимании. В моем районе очень много мусора. Вот он, Бруклинский мост и Манхэттенский. Вот такая вот офигительная горка, чумовая горка. Главное, сильно не разгоняться. Выявилась проблема, слабые задние тормоза. Вот прям выжил на полную и кое-как затормозил. Шикарный вид. Шикарный вид на Бруклинский мост. Это просто что-то колоссальное. Конечно, при дневном освещении мне он нравится больше. Итак, начинаются велодорожки. Я, по-моему, нарушил. Шикарный парк. Езди, бегай, гуляй. Сейчас выйду на смотровую площадку. Опа. Маганинский мост. Опа. Огромная спортплощадка, можно играть в волейбол, в баскетбол, шкафчики для хранения, питьевые кранчики. В общем, все для того, чтобы проводить время с удовольствием. Не знаю, насколько это бесплатно. А там раскинулся целый парк, пирс номер 4, шикарный парк, можно прийти с семьей погулять, тоже всегда чисто убрано. Вон набережная, смотровая площадка, с которой я только что приехал. Это вот люди ждут паром. Паром, да, роковые, там где я серфаю обычно. Такой вот двухэтажный паромчик. Тоже стоит прокатиться, стоит всего 2.75 примерно за 40 минут пути, ну 40 минут в час. Вот поверьте, это того стоит. То есть по цене кофе в старбаксе вы можете прокатиться на таком пароме. Там есть Wi-Fi, там есть кафе. Такое скромное, типа можно заказать кофе или взять что-то попить. Самый лучший вид, конечно, это вот на второй площадке, на верхней и вот сзади. Особенно когда начинается болтанка, это просто незабываемо. Машина. Да. Мы все должны замерзать в топе. Последний. Денадцатый. Мы все остались экономическими. Мы с нами какстидwear. И где-то за ним, это было не так, чтобы было. Мы все находились, что это было. Особенно вверх. Что-то будет. У тебя, ты сделаешь. Клауси, Клауси даст,ленный. Что-то было так, что у нас kunna. Субежа, мы не делаем, что-то увидимся. А сейчас мы едем вместе с вами на Бруклинский мост по ночному маршруту. Я здесь уже ездил. Днем, конечно, совершенно другая атмосфера. Хочу обратить ваше внимание вот на такие штуки. Полозья для велосипедов. Очень удобно. Не надо таскать велосипед на себе. Вот он, Бруклинский мост. Ваше красиво. Бруклинский мост. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо. 7 долларов. Спасибо большое. При вас его вскрывают и можно пить. По вкусу сладкая водичка намного лучше, чем Pepsi или какая-то другая газировка. Черт побери. Страхово. Так, это 6 авеню. А я ушел на какую-то боковую. Так, это я доехал уже до Вест 4. А сейчас я вам покажу очень такую маленькую пиццерию, где пицца стоит, как и во многих местах, по доллару. И в свое время я там закупался практически каждый день. Тоже вот мувинг, переезд. Одна из тяжелых работ Нью-Йорка. Итак, вот станция Вест 4. И здесь фрают 99 прэш-пицца. Ну, как всегда, ее всю раскупили. Тарелки пустые. Ладно. Вот, кстати, судьба велосипедов, если от них что-то отвинчивают. Вот, вот прощадки. Além Zombielка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, оказывается, слева была велодорожка Кто б знал Вот там стихийный башинный рынок Еще ни разу я не нашел здесь Ничего ценного и ничего Вот оно Любимое место для перекуса To Brothers Pizza Один доллар за слайс Один доллар за соду Три доллара за О, простите 2.99 За два слайса и соду Понятное дело, что за мануха Один цент ничего не решает Два слайса и сода Какая сода? Кока-кола Болопара? Да Спасибо 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 Что я со специями переборщил Здесь очень популярные ситибайки Здесь очень популярные электровелосипеды Обратите внимание, что если вы турист Вы можете купить Контрафактные сумочки прямо на улице Не понял, что у меня там Симафорят Ну ладно Всякое бывает Наверное, я должен был его пропустить Ну, собственно говоря, вот такой вот выпуск В дороге получился